Здравствуйте! Несмотря на вчерашние все пропаднические заявления, прежде всего в российском сегменте соцсетей и интернета, которые были связаны с мирными переговорами в Турции между Россией и Украиной, спецспирация идет своим ходом и планово, как обычно, в будничном ежедневном военном режиме продолжаются движения войск и нанесения различных ударов. Что же произошло за ночь и какова обстановка на Украине по состоянию на утро, уже даже можно сказать день 30 марта. В моем телеграм-канале Панамарь вы можете посмотреть фото и видео, которые я не могу выложить здесь из-за политики платформы. На них запечатлены последствия нанесенных сегодня ночью ударов по жилым районам Донецка. Были попадания в жилые дома, есть жертвы и серьезные разрушения. Также появляются новые фото и видео из Николаевской областной государственной администрации, по которой вчера прилетело, судя по всему, калибром или чем-то другим высокоточным. Также есть кадры того, что происходит в Ровенской области, где уже более суток не могут потушить нефтебазу, по которой также ранее был нанесен удар высокоточным оружием. Кроме этого, за ночь были опубликованы новые кадры штурма Мариуполя. Переходите в мой телеграм-канал Панамаре и смотрите все это там. Если нет приложения телеграм, обязательно устанавливайте, скачивайте и переходите по ссылкам под видео. Ведь это альтернативный источник информации, который пока еще не блокируют. На утреннем брифинге Минобороны России было заявлено, что высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Также Коношенков сообщил, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. И это, пожалуй, второе по важности направление, к которому сейчас приковано множество внимания. Ведь там продолжались тяжелые упорные бои не один день, они там идут и дальше. И множество есть свидетельств о том, что вооруженные силы России в районе Изюма каменки накапливают серьезные резервы силы для того, чтобы совершить следующий бросок к Краматорско-славянской агломерации, что позволяет дальше продвигаться в сторону замыкания котла вокруг огромной группировки вооруженных сил Украины на Донбассе. И это одна из важнейших тем, которая также вчера с новой силой начала жить и обсуждаться в дискуссионном интернет-сообществе, где, конечно же, все обсуждали тему возможного мира России и Украины, вот этих турецких договоренностей, которые даже обозвали «Хасавюртом-2». И, в частности, вся эта волна поднялась из-за заявлений Шойгу и Фомина о том, что Россия снижает интенсивность боевых действий в Киевской области и на Черниговском направлении. Но вчера я уже все это довольно подробно разбирал. Смотрите мое видео про это. И я думаю, там довольно четко я объяснил, почему не стоит вдаваться вот в эти пораженческие настроения. Ведь объективно Российская Федерация сейчас нацелилась на уничтожение окружения и уничтожение огромной группировки, по сути, самой боеспособной, самой мотивированной группировки на Донбассе. После чего, как я считаю, фактически спецоперация будет завершена в кратчайшие сроки. Потому что украинское руководство просто вынуждено будет принимать любые условия российской стороны. У украинской армии фактически к тому моменту, я так полагаю, уже не останется каких-либо серьезных сил для сопротивления. Видите, на Киевском направлении, на Черниговском, на Одесском, на Николаевском также скованы серьезные группировки вооруженных сил Украины. Более того, они не могут действовать, не могут маневрировать, не могут прийти на помощь к вооруженным силам Украины на Донбассе. И, кроме этого, мы продолжаем наблюдать то, о чем я говорил вчера. Самое главное, это обстановка на фронтах. Следим за ней, и нам станет понятно, что же на самом деле, к каким же выводам пришло российское руководство. А оно продолжает методично, планомерно уничтожать склады ГСМ, склады с боекомплектами, боезапасами украинской армии. То есть, тыловое снабжение группировки войск Украины уменьшается, ухудшается изо дня в день. И при этом мы видим, как более крупные силы России, ДНР и ЛНР, сейчас будут сконцентрированы именно на решении вопроса с донбасской группировкой. Более того, уже совсем скоро должен закончиться штурм Мариуполя, откуда опять же высвободятся серьезные силы, и опять же они ударят по той же донбасской группировке, скорее всего. При этом вчера был ряд интересных заявлений от украинских источников. Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона заявил, пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, только слова. Слышим канонаду в районе Ирпеня. При этом в ночной сводке Генштаба ВСУ было прямо сказано, что отвод войск, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введения в заблуждение военного руководства ВСУ и создания ложного воображения об отказе России от замысла окружения города Киева. Высказался по этой теме и Арестович. Они все равно будут пытаться держать столицу в осаде, насколько это будет удаваться и держать там наши войска в напряжении, чтобы мы не могли их перекидывать на другие участки на тот же восток. То есть тенденция последних дней довольно однозначная. Российские войска, по крайней мере, заявляют об отходе с северных рубежей, ну и мы видим там действительно какую-то стабилизацию линии фронта. Даже есть заявления от украинской стороны, что берутся под контроль одни за другими населенные пункты, в которые, правда, ранее вооруженные силы России и не заходили, и не объявляли о контроле над ними. Но все-таки вооруженные силы России накапливают резервы на востоке. Украины для, видимо, уже серьезного удара по донбасской группировке, что и станет, как я считаю, кульминацией происходящего и началом уже настоящего конца той спецоперации, которая сейчас еще продолжается в очень активной фазе. Поэтому продолжаем следить за событиями. Подписывайтесь на мой Телеграм Панамарь, на альтернативные источники подачи информации, на мой Яндекс Дзен, на ВКонтакте, все ссылки под роликом, потому что на Ютубе, я напоминаю, наш канал уже заблокирован на территории Украины.